МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуя Наталья Игнаценка глядите у гэтым выпуску. Чорное золото белорусских палетков. Господарки региона ведутся вбу Азима Харапсу. Статистика ведая усе, сёння у супрацовников Галіны – профессийная свята. Новый детячий сад и хандлёвые кропки у новобелецы рыхтуются до открытия широкого объектаў. А зараз аб гэтым іншым – больш падрабязна. Экономічная ситуация Украине – зарплаты, пытання інтеграційных объяднанняў і развіцё супрацовніства широком країн. А гэтая тема президент Беларусі сёння абмеркаваў на сустрэчы с прэмьер-міністром. Керавніка Дзержавы цікавіла ситуація ў адносінах з Расією, як выконваюцца дамовлінасті, досягнуты па час Ліпінськай сустрэчы Александры Лукашэнкі і Уладзімира Путіна. Гаварыли і пра поставкі беларускіх таваров ў Грузію. Нахадаў наш президент пра даручэнніе вывіці на достойны узровінь заробак низкоплатных катэгорий працаўніков. Сергей Румас долажыв керавніку Дзержавы, што на гэтым пытанні Уладзараз робіць основны ўпор. Разам с тым середні узровінь зарплат па краіне вырас. Мы сьогодні получылі цифры по заработной платі. Заработная плата растёт. І цифра по іюлю – 1128 рублей. Средня зарплата нарастаючым итогам ўже 1055. Ну, мы договарусь, вот, низкоплачуваемых как-то поднімаць. Социальну сферу, образование, здравоохранение, нянешки. Надо их поддерживать как-то. Да, Александр Георгиевич, сегодня основной упор деятельности правительства как раз идёт на том, чтобы низкоплачиваемые категории получали достойную заработную оплату. У Беларуси засталось убрать меньше ок 7% площадь узбожжевых. На Молот свыше 6 млн 250 тыс. тонн. У господарках Гомельской в області работы ідуть на пошніх 5% пасявных площаў. Сабрано больше як 660 тыс. тонн. Цалкам заданнім справіліся аграры пяти районнаў – Гомельскага, Брагинскага, Мазырскага, Лоевскага і Нараулянскага. Зусім близко до фінішу господаркі Житковицкага, Кармянскага і Чачэрскага районнаў. Пересягнули середнеобласны пакашчик. Ураджайнаць зернівых у Саугасі комбінація Зара Мазырскага района селіта склала 47 центнероз гектара. Гэта ў двая выше, чым па регіоні. Тут намалатілі 13 тыс. 700 тонн зерня. Рапсу – 1900 тонн. Зараз на полях актыўнае дзесяўба гэтай культуры. Сельга суходзі господаркі размещаны адразу ў двух районах – Мазырскі і Нараулянскім. Агольная площа палеткаў – 11 тыс. гектараў. Шасоць їх адведзіна пад Рапс. С полявога падарожа – сюжет Марины Джалай. На селбу Рапсу ў господарцы адвелі 4-5 дзен, сёння – другі. Марудзіць нема часу. С першага вересня трэба праступаць до селбы азімых зернівых. Пады хрыхтуюць плошу 3 тыс. гектараў. Ля работ патрэбны максимум месец. Але ў господарцы спадзіаюцца, што справяться на некалькі дзен ранее. Тракторыст-машыніст Александр Шур на праўпреемстве працуюць 10 гадоў. Кажа, што под час уборочной, калі ўзнікали некі тяшкості, то вырашаліся вельми худка. Невеликі перабои ў працы махчымы толькі закапрызо на дворўе. Погода всё время так подводила, потому что я с пресом, пресываю не соломы, а так особых таких тяжестей не було. А как вам ваша техника, на которой вы работаете, не подводила? Да нет. Техника импортная, дорогая. И, естественно, и условия в этой технике лучше, но и нормы, соответственно, выше. Вы справлялись с нормами? Да. У Вогулі Узари створены вельми добры умовы працы. Налей середня зарплата у прямым сенсі на вышине. В середнім по погодзі яна склала больше як 1300 рублёв. У свою чаргу керавніство прадприємства робить ўсё махчымы, каб досягнуть заездросных сельско-господарших пакашыков. Применяють сучасные технологии, не шкадують грошей на усе необходные удобрэні, постоянно обновляюць машинно-тракторный парк. Всего хватает удобрэні. То есть Алий Михайлович покупает и удобрэні, всё, что надо. То, что агрономы просят. Яда хімікаты. Обработка почвы проходит у нас в сроки. Ну и сел, сел, проходит в оптимальные сроки. Причим, такі господарші подыход не тільки до полявых робот. Зарах – это прадприємство, якое развівається без перапынку. Наприклад, в ось гэтэ територія – былая молочно-товарная ферма. Зараз тут іде буйная реконструкція. Будують птушник. «Здесь робимо птичники для того, щоб выращивати родительські формы цыплят бройлера і впоследствію получати інкубційне яйця. На сьогоднішній день вже освоїна діта порадка 4,5 мільйонів рублі. Всюсі стоимость проєкта – около 7 мільйонів. Всі роботи ведуться хозспособом. На площадці роботають около 30 людей. Ми за год, ви бачите, що зробили. Готовність – около 80%. Осталось тільки благоустройство. Я думаю, що к 1 ноября ми вже посадимо молодняк птиці». Саугас Камбінат Зара – один і ашмат профільне предприємство такого кшталту у Гомірській області. Зараз тут утримлюють 55 тисяч свиньів, 6 тисяч 300 галобуйно-рогатый живелы, 200 тисяч курня сушек. Фірменна гандліва сетка – це 26 крам, які знаходяться о малю кожному районі. Самый буйний магазин открылись у літа у Гомілі. І він став п'ятым у областному центру. Напереді – нові планы, які Зара планує обов'язково виконати. Якраз об цьому піді розмову у актуальному інтерв'ю з Олегом Слінько. Глядіці ягу у новінах тыдня на «Беларусь 4» у неделю 25 жіння. Парина Джала, Євген Макєнка, телерадиокампанія «Гоміл» з Мазырського района. Завтра у Беларусі пройдет шарговая промая лінія м'ясових органов улады. У Гомірській мабловыконками з вороты громадян буде примать керівник справ Олена Кличковская. Нумер телефона у Гомілі – 33-12-37. Промая лінія працює з 9 до 12-1. У гэтыжчас на сувізі буде першы намеснік старшыні Гомірського гарвыконкама – Александр Сівакоу. Нумер телефона – 33-09-59. Сьогодні своє професійное свято адзначаюць роботнікі державной статистики. У регіональному управлінні з гэтай нагоды адбывся урочисты сход. Статистична служба нашої країни сьогодні святкує 99 гадоў зня свайго утварэння. Напереді у спеціалістаў Галіны масштабнае і адказнае робота – перапіснасельніцтва, які стартує ў Кастрычніку. Подробязнастями Володае Дмитрий Котаў. Галіновы адзіалы статистики працують ў кожным районі нашай в області. Як і раней, большай служачых – жаншыны. Яны складаюць 96% адагульной колькасті працуючых. У зоні адказнасті – збор апіратывных дадзіных, які адлюстровуюць соціяльнае, екэномічнае, дэмографічнае і екалагічнае становіще. Без гэты інформація быстіся практична немагчыма. Яна необходна для паўнавартосной дейнасті разнастайных дзержавных установ і організацій. Напереді ў супрацонікаў дзержавной статистики вельмі знашная кампанія, якая проходзіць адзін раз на 10 гадоў – перапіснасельніства. У регіоні ўім будзе задзенішына каля 2 тысяч шалавек. Старт 4-го Кастрышніка. У гэты дзень почне функціонаваць сайт, дзе кожны зможа самастойно заполніць апытальны ліст. Сёння почаў працаваць промо-сайт. На ім інформація о попередніх кампаніях і адлік часу да новай. А таксама про умовы проведення перапісу. Впервые в нашій стране ест можнасть перапісацца посредством сети интернет. То есть с любого мобільного носителя, например, мобільного телефона, либо планшета, либо персональный компьютер можна задействовать. Кроме того, перапісчики будуть оснащены планшетами і, соответственно, проведуть перапіс не на бумажных носителях, а на електронных. Ориентировочно в три раза сокращается время по сравнению с перапісными листами в бумажном виде, которые ранее были. То есть порядка пяти-шести минут на одного человека. Профессійное свято – добрая нагода собраться разом, дружным колективам. Узгадать минуле, подвести выники і вызначить пріоритеты. У зале шмат і ветеранов, які не один десяток годів присвятили статистичній службі. Яны головний ориентир для молодых супрацівників. Хочу сказати спасибо руководству теперішньому, статуправлению, з которым я не працювала вже. То, що нас не забывают ветерану. Потому що ми не последнє звено в цій дуже дружній і дуже порядочній, кстати, цепочці. І нас завжди приглашають на праздник статистики. І, звісно, це дуже приємно. Урочистый сход не обійшовся без церемонії узнагороджування. Самі активні і відказні у роботі отримали подяки і грамоти від обласних і городських уладів, Национального статистичного комітету Білорусі, Галинового управління і профсоюзних організацій. Хочу поздравити всіх роботників господарської статистики Гомельської області, ветеранів статистики, з нашим професіональним праздником, Днім роботників господарської статистики. Пожелати всім успіху в труде, крепкого здоров'я, оптимизму, благополучня. Ну і выполнення тих задач, які стоять перед нами. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Универсам Сельмашовські запаутсанны. У Гомелі у чарговый раз спробують продать былый гандлёвый комплекс, размещений на вулиці Дворнікова. Площа двухповерхового аб'єкта більше об 4 тисячі квадратних метров. Початковый кошт знижений на 50% до 2 мільйонів 600 тисяч рублів. Универсам обсталяваны усіми необхідними інженерными коммунікаціями. Подробязності на сайті комітета «Гомель Абломайомасть». Новый дзіцячий сад і гандлёвая кропкі. У сувізі з активным ростом мікрорайонів у Новобеліцьким районі Гомеля рыхтуюця до відкриття шырагу соціально-значних аб'єктаў. Так, наприклад, да у Хабуду зоні отпочинку пруды по вулиці Ильича змінил свайго уласніка. Новый господар подріхтаваў праект, згодна з якім на першім по версі будынка размістіцца супермаркет і кафе. На другім і трэцім – гандлёвая площа, а на четвёртым – дзіцячий забавляльный центр. У давніства почнецца ў Кастрычніку. Пратягуюцца работа і па стварэнні буйного гандлёва-забавляльного центра на былых площах завода «Кришталь», дзе таксама размістіцца супермаркет, крамы і аб'єкты харчавання. Аткрытё плануецца ў наступным годзе. Сформіраваны зімельны ўчасткі падмагазіны кафе ў забудові Рамановічы, якая па праекці разлічана на 3,5 тыс. дамоў. А ўжо сё літа там адкрыцца гандлёвая кропка площай 100 квадратных метраў. А крамя таго ў гэтым годзе ў Новобелецкім районе пачнуць працаваць буйный дискаунтер і гипермаркет гомельськой хандлёвой сетки. Варашаюць пытаўні і па забеспячэнні місцами ва установах аддукації. Несколько крупных микрорайонів строится. Это 96-й, 94-й, 104-й микрорайонів. І, конечно же, это создаёт определённі проблеми с тем, що не хватає где-то дошкольних учрежденья, где-то не хватає мест в школах. Но, конечно же, благодаря и областному исполнительному комитету, городскому исполнительному комитету эти вопросы всё-таки решаются. І в этом году был открыт в 104-й микрорайоне красивый новый объект, долгожданний объект. Это садик на 190 мест. Також планирується в текущем году открытие ещё одного садика, который будет после реконструкції введён. Это на улице Международной, на 90 мест для дітей. Зараз у Новобелецк жове 1370 шмодетных семьях. Гэта найбольшая колькасть управнанні з іншими районами Гомеля. У выходные у Беларусі усталюється комфортная надворья. Циклоны крынницы дрянного надворья покинули нашу територию, а на змену им в Заходній Европы пройшов антициклон. Тому под його обороной буде тёпло. У нашим регионе минимальная температура поветра у ночи складе 11-13 градусов. У разгар дня досягнет 23-25. Ветерня устойлива слаба, опадков не чакается. По прогнозах у початку наступного тыдня надворья почне формовать заходня, больш теплая частка антициклону. Будя переважна без опадков, у ночи раніцей местами слабый туман. Температура поветра у ночи складе плюс 12-14, у день от 24 до 28 тепла. Гэта и атак сама іншая новинная вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресі www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых сустреч у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Воровали зерно и комбикорм в Пятером. В Рогачевском районе оперативники АБ накрыли группу похитителей продукции местного агрохозяйства. Руководила всем 59-летняя кладовщица, помогал ей в деле муж и еще трое работников предприятия. Преступная пятерка стала промышлять воровством и растратой вверенного имущества еще в мае этого года. Похищали зерновые смеси, кукурузную и кормовую муку, комбикорм, зерно пшеницы. На личном и служебном транспорте сообразительным работникам удалось вывезти в свои закрома продукцию на сумму свыше 1150 рублей. Около трех тонн в зерновых и комбикорма милиция нашла дома у кладовщицы. Остальное похитители успели продать. Теперь предприимчивой пятерке грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Очевидно, что овчинка выделки не стоит. Милиция задержала также двух мужчин, которые попытались украсть зерно в Чечерском районе. Подозрительные фигуры заметил сторож зерносклада. Мужчина предупредил, что вызовет милицию, но преступники бросили мешки с добычей только тогда, когда тот достал телефон и начал звонить. Вскоре похитители обнаружили. Украсть ячмень из хозяйства Раковича Агра пытались ранее судимые местные жители. Одному из них 43, другому 33 года. Возбуждено уголовное дело. Копал яму под бытовые отходы, а выкопал арсенал минометных мин и артиллерийских снарядов. В деревне Малые Автюки Калинковичского района нашли схрон боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Местные жители славятся своим юмором, но в тот день трактористу, который наткнулся ковшом на снаряды, было не до шуток. О находке сообщили в милицию. Место оцепили, а работы по извлечению снарядов провели специалисты саперно-пиротехнической группы. Всего было выкопано 40 минометных мин, два артиллерийских снаряда калибра 120 мм и немецкая осколочная противопехотная граната. Арсенал уничтожили на полигоне. Неуступчивость на дороге привела к очередному ЧП. В Гомеле на улице Крупской на бок перевернулся Volkswagen Tiguan. Водителю машины не уступил дорогу автомобиль Audi, владелец которого выезжал на главную со второстепенной. В итоге произошло столкновение, которое и привело к таким последствиям. Водитель Volkswagen позже обратился к медикам за помощью, но госпитализация не понадобилась. К этому часу это все новости. Следите за происшествиями вместе с DeFacto и оставайтесь на «Беларусь-4». До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Опубликован календарь первого круга чемпионата Беларуси по мини-футболу высшей лиги сезона 2019-2020. За награды в сильнейшем дивизионе будут бороться 12 команд, в том числе 3 представителя нашего региона. Это Светлогорские ЦКК, Гомельские БЧ и ВРЗ. Стартует сезон 2 сентября матчем за Суперкубок. Трофея спорят Виттен и Столица. Поединки первого тура пройдут 7 и 8 сентября. ЦКК отправится в гости к Борисову 900, а БЧ к охране Динамо. ВРЗ принимает у себя Виттен. Поединки заключительного 11 тура пройдут 8 и 10 декабря. Затем состоятся решающие игры Кубка страны, а также матч всех звезд. Он запланирован на 28 декабря. В 19 туре чемпионата Беларуси по футболу Высшей Лиги представители Гомельской области сыграют с командами из лидирующей тройки. Футбольный клуб Гомель отправится в Солигорск, где зелено-белым предстоит матч с местным шахтером. Начало воскресенья в 18.45. С двумя часами позже на поле Борисов-арены выйдут Бате и Мозырская славя. Этот поединок закроет игровую программу 19 тура. Речицкий спутник пропускает 17 тур чемпионата Беларуси по футболу в Первой Лиге. Матчи пройдут завтра. Гомельский локомотив ждет в гости пинскую волну. Игра состоится на арене стадиона локомотив. Начало в 16.30. Светлогорский химик также сыграет перед родными трибунами. Соперник – лидер таблицы чемпионата Смолевичи. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Ирина Просенцова получила лицензию на Олимпийские игры 2020 года. Гомельчанка стала бронзовым призером чемпионата Европы по современному пятиборью, который проходил в английском городе Бат. Этот результат позволил спортсменке получить пропуск на игры в Токио. Кроме того, Ирина Просенцова вместе с Ольгой Силкиной и Анастасией Прокопенко выиграла серебро континентального первенства в командном зачете. Сейчас национальная команда Беларуси по современному пятиборью готовится к чемпионату мира, который пройдет с 1 по 8 сентября в Будапеште. Женская сборная Беларуси по боксу отправилась на чемпионат Европы, который стартует завтра в испанском Алькабендосе. В составе белорусской команды гомельчанки Яна Бурим, Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Антонина Аксенова, Алина Вебер и Виктория Кебикова. За 10 комплектов наград поспорят около 200 спортсменок. Завершится континентальный чемпионат 31 августа. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.